Новоучасток улицы Титова сдадут через год. Сейчас прокладывают ливневую канализацию и готовят площадку под основание будущей проезжей части. Для надежной дороги нужно создать песчаногравийную подушку. Зимой установят фонари, а в следующем году начнут укладывать асфальт. Подробнее о ходе работ расскажет Михаил Якимов. На улице Титова вновь работают экскаваторы, подъемные краны, снуют самосвалы с землей. Строительство одной из главных магистралей Ленинского района продолжается. Сейчас строители ведут работы по замене грунта. Два с половиной метра земли вывезут отсюда, а вместо них уложат песок и щебень. Если этого не сделать, то грунтовые воды, которые здесь подходят очень близко к поверхности, довольно быстро разрушат новую дорогу. До начала работ на этом участке почва была буквально пропитана водой. Строители опытные, они же сделали участок Титова от Бийской до Заозерной. Работать на этой площадке будут даже зимой. Они могут и в декабре выполнять работы по устройству опора освещения. То есть те работы, которые можно выполнять с асфальтированием, естественно, никто зиму не полезет. Поэтому земляные работы завершат ливневую канализацию, в основном они ее сделают. Во время работы прислушиваются к просьбам местных жителей. Остановка облачная. Проход к ней был перегорожен, потому что раскопали котлован для ливневки. По просьбе жителей остановочный павильон был перенесен. То есть в данный момент работы ведутся перед улицей Заозерной. Сейчас дорогу строят от Заозерной до перекрестка с Порт-Артурской. Протяженность участка почти 760 метров. Это не только проезжие части тротуары, но и пешеходные переходы, две остановки, велодорожка и освещение. Закончить работы здесь планируют в следующем году. А дальше последний участок Титова до перекрестка с улицей Дукача. Сроки строительства рассчитаны на три года, то есть на 19, 20, 21. Но сейчас, проводя совещание, по совместному согласию мы ставим задачи закончить раньше. То есть с тем, чтобы закончить строительство в следующем году. В принципе, подрядчик согласен с этими сроками и видит технические возможности осуществления этих сроков. После завершения строительства в департаменте транспорта пересмотрят схему движения и запустят автобусные маршруты по улице Титова до остановки Чистая Слобода. Михаил Якимов, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Для информации о жизни города подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.